Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Об оплате налогов говорим сегодня. Какие новые обязанности появились у налогоплательщиков, когда к нам придут налоговые уведомления и что грозит неплательщикам. В нашей студии заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Глеб Рушковский. Здравствуйте, Глеб Александрович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть общая сумма накопленной задолженности жителей региона? Как она варьируется? Интересно. Да, у нас сумма есть. Это сумма накопленной задолженности, как вы правильно сказали. То есть у нас особенность по физическим лицам именно задолженность состоит в том, что задолженность никуда не девается, не списывается и так далее. Последнее списание задолженности было до 1 января 2009 года задолженность была списана. То есть это 6 лет назад. И вот за 6 лет у нас сумма накопленной задолженности по имущественным налогам физических лиц, она составляет суммарно около 5 миллиардов рублей. При этом 3,5 миллиарда – это непосредственно сами налоги. И, соответственно, получается около 1,5 миллиардов. Это уже пени, которые набежали за неуплату этих налогов. Да. Ну, налогоплательщики следят за изменениями, но иногда, в принципе, и нет, не получают нужную, необходимую информацию о том, когда платить налоги. Потому что эти сроки тоже меняются, даты. Вот скажите, пожалуйста, какие изменения в последнее время произошли, на что нужно нам всем обращать внимание? Да, у нас, как уже, наверное, многие заметили, в принципе, уже на дворе сентябрь месяц. И налоговые уведомления сводные люди еще на сегодняшний момент не получили. Это связано с тем, что у нас в этом году изменен срок уплаты, во-первых. То есть в прошлом году, если все должны были заплатить имущественные налоги до 1 октября, то в этом году срок изменен на 1 декабря. То есть уплата должна быть произведена до 1 декабря. Кроме того, изменен порядок расчета налога на имущество физических лиц в текущем году. То есть это первый год, когда налог будет рассчитываться, исходя из-за кадастровой стоимости. Соответственно, изменен порядок ликотирования и так далее, и так далее. У нас не все регионы с этого года переходят на расчет налога на имущество физических лиц с кадастровой стоимости. И те регионы, которые перешли на расчет с кадастровой стоимости, они в очереди печать сводных налоговых уведомлений стоят в конце. По этой причине у нас рассылка уведомлений людям начинается в октябре. И, соответственно, люди все уже смогут получить уведомления только где-то к середине, к концу октября. Соответственно, по сути, у людей остается один месяц на ублату. В прошлом году уже все уведомления были получены в мае месяц. То есть люди начинали с мае месяца платить, в этом году все эти строки сдвинулись. Но, как я уже сказала, это связано именно с технологическими проблемами. Потому что изменения достаточно глобальные. Помимо того, что сумма налога меняется, так еще и порядок леготирования изменяется. То есть тоже очень важная информация, чтобы люди не пугались. Потому что изменен порядок леготирования. Если ранее леготировали все объекты имущества, к примеру, пенсионеров, то в этом году, первый год, когда будет леготироваться только один объект из каждой категории. То есть это одна квартира, один дом, соответственно, один гараж. Вы употребляете профессиональный термин леготироваться? Вот что он значит, чтобы было понятно? Леготироваться, значит, представляется льгот. То есть, к примеру, раньше у пенсионера было три квартиры и четыре дома. Он не платил с них вообще ничего. И, соответственно, это была такая лазейка законодательства. Очень многие пользовались, соответственно, на родителей, на пенсионеров. Переводили все свои имущества. И, получается, со всех объектов никто ничего не платил. С этого года у нас законодатель лазейку закрыл. Соответственно, в этом году леготируется только один объект. Одна квартира и один дом. То есть за все остальные объекты пенсионер будет платить. Там, правда, есть еще определенные налоговые вычеты, которые уменьшать будут суммы налогов второму объекту. То есть, если мы говорим о доме, то не будет платить человек за 50 квадратных метров. По квартире за 20, соответственно, по комнате за 10. То есть это на второй объект, а, соответственно, на третий и четвертый объект уже ничего представляться не будет. По статистике, в принципе, у нас пенсионеров, у которых несколько объектов имущества достаточно много, по городу Самаре только порядка 10 тысяч. Соответственно, люди, которые ничего не платили, им первый год придут уведомления, соответственно, они увидят сумму налога и вынуждены будут идти ее платить. Поэтому всех предупреждаю, предостерегаю, чтобы не пугались. Это никакая не ошибка. Это просто изменение законодательства и, соответственно, порядок представления года в текущем году он поменялся. Но все-таки вот ошибок тоже можно в каких-то случаях не избежать. И что делать, если действительно человек видит, что нереальные какие-то цифры, и сам просчитав для себя что-то, видит, что это ошибка? Вот куда обращаться, куда идти, чтобы перепроверили информацию? Во-первых, я сразу скажу, чтобы люди имели представление о размере имущественного налога, то на сайте Федеральной налоговой службы есть специальный налоговый калькулятор. Потому что форма расчета достаточно сложная, там забивается кадастровая стоимость, соответственно, исходя из кадастровой стоимости, он рассчитывает вам сумму налога. Если же вам пришли данные, и вы с ними не согласны, либо там допущена какая-то техническая ошибка, я сразу скажу, что у нас, в принципе, расчет имущественных налогов, он производится автоматизированно, то есть без участия человека. То есть там автоматизировано приходят данные из кадастровой палаты, из ГИБДД, соответственно, и на основании этих данных программа автоматом считает, что это считают не люди. Естественно, все данные в программу забивают люди, и, конечно, там вероятность ошибки, она существует, пугаться не надо. Вы можете обратиться в Федеральную налоговую службу, вы можете обратиться, как в письменном виде, отправить обращение по почте с приложением, соответственно, подтверждающих документов, к примеру, если вам неправильно, там площадь квартиры посчитали. Либо вы можете воспользоваться чудесным сервисом, личный кабинет налогоплательщика физического лица, правда, для этого к нему надо сначала подключиться. Там, соответственно, тоже существует возможность направления обращений, и преимущество этого сервиса в том, что если обращение поступает через личный кабинет, то оно рассматривается в ускоренном порядке, то есть если на рассмотрение обычного обращения у нас уходит порядка 30 дней, то там ускоренный порядок в течение 15 дней, и, соответственно, вам будет направлен ответ, и, соответственно, если действительно вы право приложили документы, то будут внесены изменения в базу, и, соответственно, уже корректные данные будут в ней находиться, и, как бы, в принципе, в дальнейшем этих ошибок быть не должно. Но, опять-таки, я повторюсь, то, что вот эти вот ошибки все, потому что обращений, ну, на самом деле, достаточно много, они связаны не с работой именно инспекторов и не с работой налоговой, а именно с ошибки при вводе данных. Соответственно, эти данные, они постоянно обновляются, и даже если в прошлой версии вам эти данные поправили, не факт, что при новой выгрузке какой-то технический сбой не произойдет, но мы, как бы, стараемся сейчас делать все, чтобы этих ошибок было как можно меньше. Вот вы сказали, что можно самому просчитать, да, предварительно вот эту стоимость, сумму налогов. А где же узнать вообще кадастровую сумму? На сайте Росреестра там есть... А, да, потому что, чтобы вот эти забивать данные нужно? На сайте Росреестра, да, там есть сервис, соответственно, забивайте туда свой адрес, и там по кадастровым кварталам поделена кадастровая стоимость метра, соответственно, там все это есть, все это в открытом доступе, до этого, что там содержится. Понятно. Вот вы сказали, что очень радует, что у нас у пенсионеров есть и по нескольку квартир, и несколько объектов недвижимости, но есть такие люди, которые, наверное, владеют и несколькими автомобилями, и что делать, если они не платят транспортный налог вообще не за один? Есть такие случаи? Или они за один платят, а второй какой-то льготный, а за третий не платят просто? Я уже, в принципе, да, озвучил сумму, 3,5 миллиарда именно неуплаты налогов, задолженности по налогам. В этих 3,5 миллиардах, где-то 2,6 миллиарда, это именно транспортный налог. Я могу объяснить, в принципе, логическое объяснение, почему так произошло. Потому что раньше очень распространена была продажа машин по доверенностям. И люди, продав машину, считают, что машина уже не их, что платить за нее они не должны. При этом законодательство у нас таково, что пока машина не будет снята с учета в ГИБДД, она будет числиться на вас, и налог за нее обязан платить вы. Поэтому, как бы, предостерегая людей, потому что сейчас вообще можно простым договором продать машину, позаботьтесь себе, пожалуйста, придите в ГИБДД, напишите заявление, что машину продали, чтобы ее с вас сняли с учета, чтобы у вас налог не капал. Потому что у нас есть, конечно, случаи, когда реально у людей по 5-6 транспортных средств, они принципиально за все не платят. Мы с такими должниками отдельно как бы ведем работу и отдельно боремся. А есть ситуации, когда на самом деле людей жалко, потому что там на нем было 10 машин, он все их продал там несколько лет назад, а у него за каждую машину уже нету, а за каждый год капают налоги. Да, действительно. Ну, вы озвучили сумму пени, об этом тоже не нужно забывать, что если ты не платишь налоги, это не просто вот эта сумма остается, она еще увеличивается из-за пени. Я хотела еще спросить про те штрафные санкции, которые вот пени, может быть, не самое страшное, да, что вот еще применяется к неплательщикам. Давайте, да, я вообще в принципе расскажу о порядке взыскания за должность. То есть, на примере текущего года. То есть в октябре месяца вам придут единые налоговые уведомления. Первый год эти уведомления, они сводные. То есть если у вас есть объекты имущества даже в других субъектах России, то это все будет в одном уведомлении. То есть и вы получите, соответственно, сведения о всех объектах, с которыми вы должны заплатить. Если вы до 1 декабря их не оплачиваете, соответственно, мы формируем списки плательщиков, которые не оплатили налоги и, соответственно, отправляем это в Нижний Новгород, там ФКУ массово печатают требования об уплате. Чем отличается уведомление от требования? В уведомлении расписано все объекты, расписано там порядок расчета и так далее. В требовании там просто общая сумма налога, которую вы должны заплатить. Соответственно, рассылаются требования. Если рассылка требований, она будет уже в следующем году проходить, это где-то январь-февраль месяц. Соответственно, если не происходит уплата по требованию, соответственно, уже начинается мероприятие по взысканию задолженности. Первый очередной этап – это направляются исковые заявления в суд о взыскании задолженности за счет имущества должника. Если сумма задолженности от 3 до 25 тысяч рублей, соответственно, мы получаем из суда судебный приказ, направляем его либо работодателю по месту получения источника дохода, либо в банк, где у вас есть счет, на котором есть деньги. Если сумма свыше 25 тысяч рублей, то, соответственно, материалы передаются судебным приставам. При передаче судебным приставам надо понимать, что там, помимо того, что у вас за каждый день просрочки, начиная со 2 декабря, капают пенни, у приставов еще существует сбор, соответственно, порядка 7% от суммы налога, то есть, в принципе, платить не вовремя, очень невыгодно. Соответственно, у приставов схожий порядок взыскания, они тоже направляют по месту получения источника дохода, будь то там ваша работа, либо у пенсионеров – это пенсионный фонд, то есть с пенсией тоже нередки случаи, когда удерживаются у нас налоги. Либо, соответственно, если нет у человека источника дохода, либо дохода не позволяет покрыть задолженность, уже начинаются принудительные меры, такие как арест имущества, то есть арестовывается ваше имущество, арестовываются квартиры, земельные участки и так далее, через суд выходят, с торгов продают, соответственно, чтобы покрыть ваши долги. Конечно, процесс очень неприятный. Да, и в подтверждение ваших слов у нас есть сюжет по аресту автомобиля. Давайте его посмотрим и сделаем свои выводы. Думал, повезет и на этот раз, но удача отвернулась. Приору тормозит инспектор ДПС. Выясняется, что водитель штрафов накопил больше 10 тысяч. Говорит, оплатить их вовремя денег не было, а долг тем временем рос. Ну, нескоростной режим, неприсуемый переменник. В ближайшее время я плачу все штрафы. Инспекторы составляют протокол. Информацию о нарушителе передается судебным приставом. Даже если все штрафы должник погасит, это не освобождает его от ответственности за нарушение федерального закона. Новая статья действует с начала этого года. За долги свыше 10 тысяч рублей по алиментам, компенсациям и административным штрафам грозит временное лишение водительских прав. Мировыми судьями может быть назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком до 50 часов либо лишение специального права управления до 12 месяцев. Сейчас в Самаре зарегистрировано 135 водителей с крупными долгами, которые не имеют права садиться за руль. Вот одного должника мы с вами увидели. А еще вот можно составить такой портрет должников? Кто вот эти люди, которые не платят в основном? И вообще вот сколько еще хотелось бы узнать арестов наложено на имущество в этом году? Насколько это действенная мера? Мера на самом деле очень действенная. То есть у нас в принципе по всей области эти рейды совместно с судебными приставами проходят. То есть только за текущий год, соответственно, у нас наложено порядка тысячи арестов на имущество. Соответственно, у нас первый год такая практика, что мы начали забирать непосредственно машины, потому что раньше в основном накладывались аресты на регистрационные действия. Человек просто не мог снять, не продать все учеты. Сейчас мы пошли дальше. Мы реально машину забираем себе на ответственное хранение. Соответственно, пока долги оплачены не будут, мы, соответственно, машину не возвращаем. Сразу хочу оговориться, что это у нас крайняя мера, потому что с людьми мы стараемся общаться и разговаривать. То есть мы их несколько раз, и мы к себе приглашаем, и приставы приглашают. Если человек уже никак не реагирует, соответственно, мы переходим к следующей вот этой мере, именно изъятию автомобиля, потому что, как правило, уже на момент начала изъятия человек сразу находит деньги, бежит и налоги оплачивает. Потому что, ну, понятно, что люди от транспортных средств зачастую и с работы очень сильно завязаны и так далее, и так далее, поэтому как бы этим стараемся не злоупотреблять, но тем не менее с теми должниками, которые не хотят реагировать на наши всяческие призывы, мы и работаем именно таким образом. Соответственно, в этом году у нас и сотрудники ГИБДД совместные рейды проводятся, поэтому нужно 10 раз задуматься. Помимо арестов машин, еще очень действенная мера – это ограничение выезда за территорию Российской Федерации. По статистике у нас за прошлый год направлено порядка 10 тысяч ходатайств об ограничении выезда. Соответственно, человек должен понимать, что если у него есть задолженность, и на него наложен арест, он, к примеру, в отпуск, да, за территорию Российской Федерации он уехать не сможет. У нас многие должники пытались это обходить ранее, уезжая, к примеру, через территорию республик, союзных государств, таких как Беларусь и Казахстан. На самом деле в этом году лазейка-то закрыта, потому что получилась общая база людей с ограничениями на выезд, соответственно, теперь вы никак не уедете. И в чем проблема тоже, как бы не проблема, а беда вот этих людей, которые попадают, которые не платят налоги, да, а потом не могут уехать, то что даже если они хотят оплатить при вылете, и даже если они оплатят при вылете эту задолженность, их все равно не выпустят, потому что снятие ограничения на выезд, соответственно, оно занимает определенное время, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, что перед тем, как ехать в отпуск, можно зайти на сайт судебных приставов, поискать, если у вас ограничения на выезд, и, соответственно, можно обратиться в налоговую, соответственно, чтобы тоже посмотрели по наличию задолженности и по наличию ограничения, поэтому позаботьтесь, пожалуйста, себе сами. Можете прийти в инспекцию, где вы стоите на учете, соответственно, вам задолженность вашу распечатают. И это, конечно, не сильно удобно каждый раз ходить в инспекцию, поэтому я всех призываю, я уже упоминал сегодня про этот сервис, отличный кабинет налогоплательщик физического лица, к нему достаточно легко подключиться, нужно просто написать заявление и, соответственно, прийти в инспекцию один раз с паспортом, чтобы получить пароль. Зачем так усложнено? Почему сделано так, что именно нужно лично являться? Почему нельзя его там по электронке отправить и так далее? Потому что данные о вашем имуществе, они являются вашими персональными данными, мы являемся их хранителями, соответственно, чтобы никому, лишним и третьим лицам их не разгласить. Соответственно, введен вот такой порядок, в принципе, то же самое, что на сайте госуслуг, там тоже, в принципе, можно посмотреть и оплатить налоги. То же самое с личным кабинетом, он очень много возможностей представляет, вот мы уже говорили про сведения о задолженности, там удобная оплата, можно с помощью банковской карты, электронными деньгами и так далее, и так далее оплатить. Кроме этого, там ускоренное рассмотрение обращений, там есть возможность представления декларации по форме 3НДФЛ, там, соответственно, все, что вы можете сделать в налоговом органе, вы можете сделать это не оставаясь с своего рабочего места и за компьютер, и, соответственно, все очень легко, удобно и понятийно сделано, потому что там на сайте и ролики, как пользоваться, в принципе, прикреплены. А вот вы, многие говорят об этой функции, вообще о возможности открыть свой личный кабинет, вообще люди на это идут, потому что разговоров много, а вот вы можете как-то... У нас из жителей области на текущий момент подключено порядка 500 тысяч человек. То есть у нас население где-то порядка 4 миллионов, то есть, ну... Ну да. Платильщиками, конечно, налогов являются не все, но все равно какой-то процент уже подключенный. И что очень важно, тоже обращаю внимание людей, что в этом году, первый год, те пользователи, которые подключены к личному кабинету, они на бумаге единые налоговое уведомление получать не будут. Да. И, соответственно, им отправляться они не будут, если же человек очень хочет прийти и на бумаге забрать на почте, простояв в очереди это уведомление, соответственно, там тоже на сайте существует личный кабинет, и возможность отметить галочкой, соответственно, ему тогда оно будет направлено. А, опять-таки, у нас в этом году только месяц, чтобы взыскать задолженность физических лиц. Поэтому у нас с почтой достигнута договоренность, что налоговое уведомление будут выдаваться без очереди, поэтому, пожалуйста, не бойтесь, что вы там простоите, потеряете время, приходите на почту и получайте. Об этом нужно заявить, да, что вы пришли за налоговое уведомление? Ну, конечно, там будут висят объявления, да, то есть у вас, в принципе, там же заказные письма с уведомлениями. Приходят с уведомлением, соответственно, вам выдают его без очереди. Мы прорабатываем возможности мобильных точек по городу, кроме того, расстановки на момент вот этой вот компании, чтобы люди могли в торговых центрах, к примеру, подойти с паспортом и получить. Да, потому что многих отталкивает на самом деле, да, почта, что... Потому что, да, у нас люди не сильно любят ходить на почту, потому что там, ну, сейчас, конечно, ситуация меняется, там электронные очереди, у них там везде приличный ремонт, сделан красивый, то есть, как бы, ситуация меняется, да, там все гораздо быстрее стало работать, но, тем не менее, у нас люди не очень охотно туда идут, поэтому у нас в этом году мы обязательно проработаем для удобства людей именно вот эти вот варианты с мобильными точками, они будут, скорее всего, там в торговых центрах мы проработаем варианты. В любой инспекции мы будем делать дни открытых дверей, соответственно, вот этот вот месяц, с момента получения уведомлений до срока уплаты, мы постараемся сделать все, чтобы люди получили единое налоговое уведомление и смогли в срок оплатить налоги. Кроме того, тоже мы планируем на крупные предприятия выезды, соответственно, людям будем прямо на рабочих местах раздавать, чтобы им не ходить лишний раз не надо было. Поэтому... Ну, понятно, ваше интересное, все негативные какие-то аспекты вы устраняете для того, чтобы действительно людям было возможность просто и удобно. Мы стараемся делать, да, чтобы это было удобно. И как бы это... люди должны понимать, что это имущественные налоги, что они идут в бюджет нашей области, соответственно, в местные бюджеты, соответственно, в бюджет районов, городов и так далее. То есть это все деньги, за счет которых там социальные программы реализуются. Да, тем более сейчас здесь реформа и вот проведение местного самоуправления, да, вот потому что мы районы будут жить на эти деньги. Да, эти деньги очень важны. Мы с администрациями тесно работаем, как бы и с доложниками, и, соответственно, по раздаче тех налоговых уведомлений, потому что, ну, как бы это и понятно, что это интерес всего города и всей области. Это налоги, которые остаются у нас и никуда не уходят. Вы представляете, если бы вот у нас сейчас лишних 5 миллиардов налогов, которые у нас некоторые жители области не доплатили, поступило бы в бюджет, соответственно, ну, возможность ускорения очень многих социальных программ, там, там, реконструкции дорог, ремонтов мостов и так далее, из регионального бюджета, там, строительство спортивных центров и так далее, была бы намного больше, потому что, как бы, сумма-то очень большая, да, 5 миллиардов, но все должны понимать, что у нас, в принципе, собираемость налогов, да, если мы возьмем отдельно взятый год, то она вот по прошлому году составила порядка 90%. То есть у нас начислено порядка 5 миллиардов в год, да, и, соответственно, вот этот вот маленький кусочек, люди, которые принципиально не платят 500 тысяч, и за них, вот, считайте, уже за сколько лет эта сумма накопилась. Хотя, в принципе, жители области у нас по большей части люди сознательные, которые в срок платят, ну, говорю, есть вот определенные люди, которые... Такие злостные, не плательщики, как говорят. Злостные, не плательщики, да, именно с ними мы стараемся довольно-таки жестко работать, как я уже сказал, с приставами и так далее, проводим совместные рейды, арестовываем имущество, хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы все платили и все к этой обязанности относились с большим пониманием. Ну, все начинается с налоговых уведомлений. Вы сказали, что в этом году люди начнут их получать в октябре. Давайте посмотрим ролик как раз про налоговые уведомления и продолжим разговор. Ежегодно налогоплательщики, физические лица, получают уведомления по имущественным налогам. Налоговые уведомления приходят заказными письмами, и для их получения нужно сходить на почту. Но есть более простой способ. Получить уведомления онлайн, не выходя из дома, в своем личном кабинете на портале налог.ру. Вот так сейчас выглядит налоговое уведомление. В нем отражаются суммы налогов, которые вы должны оплатить. Транспортный налог, земельный налог и налог на имущество отражаются в соответствующих разделах налогового уведомления в зависимости от имеющихся у вас объектов владения. В уведомлении указаны характеристики объектов, марка автомобиля и его регистрационный номер, кадастровый или при его отсутствии условный номер объекта недвижимости, земельного участка, иная информация о жилье, строениях, участках, транспорте, а также необходимые для расчета данные, налоговая база, ставка, срок владения и при наличии льготы. Обратите внимание, что для дорогих автомобилей с налогового периода 2014 года введен повышающий коэффициент. Для других объектов также могут использоваться различные коэффициенты для расчета налога. Размер этих коэффициентов регулируется действующим налоговым законодательством. Налог на имущество физических лиц в зависимости от правил расчета в вашем регионе может рассчитываться исходя из инвентаризационной стоимости или исходя из кадастровой стоимости. Рядом с размером налоговой базы будет указан вид стоимости. Буква И – инвентаризационная стоимость или К – кадастровая стоимость. Слева указан налоговый период, за который исчислен налог. Итоговая сумма налога состоит из суммы за прошлый год и при наличии перерасчета за два предыдущих года. При наличии уплаты налога за предыдущие годы переплата указывается в конце раздела и вычитается из суммы исчисленного в данном налоговом уведомлении налога. Если вы несвоевременно представили документы на льготу по налогу, то в уведомлении будет отображен перерасчет налога, но не более чем за три предыдущих года. Однако, если вы полностью освобождены от уплаты налогов по всем имеющимся у вас объектам, то инспекции будет выполнен перерасчет. Новое налоговое уведомление не будет формироваться и направляться в ваш адрес. Сведения об учете льготы при исчислении налога будут доведены инспекцией в ответе на ваше обращение о предоставлении льготы. Получили уведомление? Проверьте его внимательно и оплатите до срока, который указан в налоговом уведомлении. Оплатить вы можете в личном кабинете или с помощью сервисов сайта налог.ру или при предъявлении в банк платежного документа, прилагаемого к уведомлению. Проверяйте и оплачивайте свои налоги на портале налог.ру. Это просто, удобно и быстро. Мы уже рассказали о том, что изменилось для налогоплательщиков в этом году. Я только хочу обратить еще один раз внимание на то, что появилась новая обязанность сообщать о новом имуществе, да, или о каком еще не знают налоговые органы. Эта обязанность, она уже действует два года. Текущий год тоже очень важная информация. Последний год, когда это можно сделать. То есть на сайте Федеральной налоговой службы есть специально разработанная форма сообщения об имуществе, которое у вас находится в собственности, на которое вы никогда ни разу не получали налоговое уведомление. Нужно понимать, что если у вас есть льготы, соответственно, вы не должны его получать, то сообщать ничего не надо. А если у вас нет права на льготу, соответственно, есть имущество, за которое вы ни разу не платили, которое у вас в собственности несколько лет, вы можете соответствующую форму заполнить с приложением документов, подтверждающих право собственности. И в этом случае вам налог будет начисляться только с текущего года, соответственно, если у вас она была в собственности до этого 4 года, вам эти 4 года простятся, соответственно. А в случае, если вы об этом имуществе не сообщите, но впоследствии налоговый орган узнает, во-первых, вы заплатите за 3 предшествующих года еще 20% штрафных санкций. Сообщить нужно до конца 2016 года. Да, это действует до конца 2016 года, это 2 года у нас такой порядок введен. Именно для того, чтобы плательщики добровольно могли сами сообщить, соответственно, им определенные налоговые преференции и льготы представляются. И скажите, пожалуйста, а в работе самих налоговых органов что-то меняется? Потому что мы все время говорим о налогоплательщиках, что для нас что-то меняется, а у вас в службе? На самом деле очень много изменений, наверное, все знакомы с указами президента. У нас ряд служб расформированы, в частности, миграционная служба. А что касается налоговых органов, то к одним из полномочий налоговых органов теперь полностью отдан валютный контроль. Соответственно, это связано с расформированием Росфиннадзора. Соответственно, теперь на налоговые и таможенные органы еще возложены обязанности по валютному контролю. Кроме того, подписан указ, согласно которому Федеральная налоговая служба будет являться администратором единого реестра актов гражданского состояния. То есть будет создаваться ресурс. Очень объемная работа предстоит и нам, и органам ЗАГСа. Соответственно, в ресурсе будут данные о записи акта гражданского состояния с 1916 года, если не изменяет память. То есть все данные будут оцифрованы, вынесены. Соответственно, Федеральная налоговая служба будет этот реестр вести. Еще очень важное изменение. Никогда этого не было. В этом году уже функционирует у нас реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответственно, теперь контролирующие органы, в частности прокуратура, СЭС и так далее, пожарники. У нас же предусмотрены налоговые каникулы и освобождение от проверок для субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь они на сайт заходят, смотрят, есть ли там предприятие. Соответственно, если предприятие есть в реестре, они туда не идут. Эта информация тоже для оплательщиков очень важная, чтобы вы понимали, относитесь вы к субъектам или нет. Потому что, помимо того, я сказал, помимо преференций по проверкам, у нас в ряде банков еще есть программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому заходите на сайт, смотрите, и пользуйтесь преимуществами отнесения к данной категории. Там, если вы считаете, что вы должны относиться, а вас в этом реестре нет, соответственно, там есть определенная форма тоже на сайте, вы можете ее заполнить. Да, главное заходить на сайт. В реестр будете вынесены. В принципе, да, все, что вас интересует, вы можете найти легко на сайте Федеральной налоговой службы. Спасибо большое, у нас вышло время эфира. Спасибо за информацию, очень важно. Спасибо вам за внимание, всего хорошего. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok